Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 сентября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфянам, 11-я глава, стихи с 5-го по 21-е. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание, для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Но и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому лишь, что не люблю вас, Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. И еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии и при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, так и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение второго послания апостола Павла Коринфянам. И здесь апостол Павел обращается к общине следующими словами. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. И здесь, конечно же, он защищает свое достоинство по отношению к апостолам, истинным апостолам, не тем уже апостолам, с которыми он паралимизирует в этом послании и в других посланиях, а именно с апостолами с двенадцатью. И была проблема в коринфской общине. Проблема заключалась в том, что коринфяне обвиняли и обижались на апостола Павла, и даже считали его глупым, то есть неразумным, недалеким человеком. В силу того, что мы уже перечисляли в предыдущих передачах, и еще в силу того, что он не брал денег с коринфской общины себе, то есть на свое личное содержание. Да, он собирал пожертвования в Иерусалимскую общину, но он не тратил деньги на себя и жил за свой счет. И еще, как он скажет далее, в девятом стихе, некоторую помощь он принял из Македонии от братьев. От братьев из Македонии, вот как он пишет в девятом стихе, «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии». И таким образом он говорит, что в чем мой грех? Вероятно, они даже считали, что он согрешил перед коринфянами с тем, что не принимает их помощь. Они не понимали, почему он не принимает это. И он пишет, согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безместно проповедовал вам Евангелие Божие. Помните, мы уже говорили с вами о том, что апостол Павел полностью пытается дать свободу действию Божию в людях и сам себя унижает, уничижает, ведет себя как можно скромно. И это проявляется во всем, в его действиях, в его жизни, в его поведении и в его образе жизни, как он живет среди общины города Коринфа. Он безместно проповедовал Евангелие, весть о Христе, Евангелие Божие. Безместно, то есть он не брал никакой помощи от коринфян. Таким образом, он напьедестал, как прекрасный дар, преподносил Богу общину коринфа, возвышал коринфян, а сам себя уничижал, раздавая те дары благодатные через Духа Святого, будучи проводником этой благой вести, которая действовала в коринфинах и производила это действие даров. Он как бы себя унизил на этом фоне, а коринфян возвысил. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Все мы помним, что апостол Павел неоднократно говорит о том, что он зарабатывал сам себе на хлеб, будучи проповедником у коринфян и в других местах. Поистине Христовы во мне скажут, что похвалайся, я не отнимется, у меня в странах Ахай. Почему так поступаю? Потому ли, что не люблю вас, Богу известно. Богу известно, что, конечно же, он любит вас, что он любит коринфян, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. И апостол Павел дальше приводит очень интересные слова. В 16 стихе он пишет, «И еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя бы как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться». Апостол Павел никогда не хвалился собой, никогда не хвалился своими достижениями, он всегда хвалился Богом, но здесь он принимает вид некого глупца, если говорить дословно, как это в греческом тексте, дурачка. И апостол Павел принимает вид вот этого глупого человека, потому что то, что не прощается человеку в здравом уме, мы с легкостью прощаем человеку помешавшемуся, человеку глупому, с определенными отклонениями. И, конечно же, апостол Павел здесь может говорить, как человек вот с этими отклонениями и сам на себя одевает эту маску, эту личину. То есть он здесь, как мы сказали бы, юродствует. «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Это то, о чем как раз мы с вами сейчас говорили, что он принимает эту маску, личину. «Вы терпите, когда кто вас порабощает, ибо вы люди разумные и охотно терпите неразумных». И здесь, конечно, он иронизирует под маской этого глупца и уродства, что вы о коринфе не считали себя очень умными, образованными и достигшими совершенства во Христе. Но апостол Павел говорит, что смотрите, вы разумные, но вы охотно терпите глупых людей на самом деле, тех, которые выступают против апостола Павла и против его проповеди, которые уничижают Павла и лишают его апостольского достоинства. И он говорит о том, что вы охотно принимаете таких, вы терпите, когда кто вас порабощает, кто объедает, кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. И здесь, конечно, видно вот эта ирония под маской вот этого юродства апостола Павла. И он хвалится как бы тем, что он не поступает так, как поступали эти лжеапостолы, эти иудействующие христиане, если их можно так назвать. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, то есть скажу как бы по глупости, смею и я. То есть апостол Павел снисходит до того уровня хвалы своих деяний, но так как он привык хвалиться только в Господе, он делает это все под маской некоего его юродства. Это очень интересный отрывок с точки зрения метода апостола Павла. Дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что когда мы читаем Священное Писание, Господь с его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова